Все началось с обычного эксперимента, который поначалу казался рутиной для группы научных исследователей в секретной лаборатории в сердце Швейцарии. Группа физиков-теоретиков, среди которых были блестящие умы современности, занималась изучением теории струн и возможности существования параллельных вселенных. Они проводили сложные эксперименты с использованием новейшего коллайдера, чтобы проверить гипотезу о существовании других измерений. В один из ослепительных моментов, когда энергия в ускорителе достигла пика, произошло нечто невероятное. Появилось загадочное светящееся кольцо, словно вырвавшееся из пространственно-временной ткани. Сначала казалось, что это просто аномалия или случайный технический сбой, но затем обнаружилось, что кольцо вело в другой мир. Исследователи были в восторге, но в то же время напуганы. Перед ними открылся портал в параллельное измерение. Они смогли заглянуть туда с помощью инновационных дронов. Камеры, передававшие изображения на мониторы, показывали нечто поразительное — цивилизацию, которая, как оказалось, намного превосходит нашу по уровню технологического развития. Совершенно неожиданно ученые стали первыми людьми, вступившими в контакт с иным миром. Секунды казались вечностью, когда они задавались вопросом, что же их ждет по ту сторону. Продолжая исследование, они обнаружили, что этот параллельный мир не просто существует, а буквально бурлит жизнью. Перед ними открылась перспектива, граничащая между грандиозными возможностями и невероятными опасностями. Ведь что, если жители того мира заметят нас и захотят исследовать в ответ? Первые контакты. Неужели они существуют? С каждым новым проникновением дронов в неизведанную реальность ученые получали все больше удивительных данных. Камеры передавали изображения городов с необычайно высокими небоскребами, которые, казалось, плывут в воздухе. Строения, которым не было аналогов на Земле, свидетельствовали о высочайшем уровне архитектурного и инженерного мастерства. В воздухе висели транспортные средства, движущиеся как будто по невидимым путям. Эти изображения вызывали у ученых трепет и удивление. Такое оказалось возможным лишь в научной фантастике. Но самым потрясающим открытием стал первый визуальный контакт с жителями этого мира. Это были существа, удивительно похожие на людей, но с некоторыми отличиями. Их глаза светились нежным голубым светом, а движения были плавными и грациозными, как у танцоров. Они общались между собой с помощью сложных устройств, которые можно было объяснить как нейронные интерфейсы, передававшие мысли на расстоянии. Этот мир брал свое начало в самых смелых мечтах о будущих технологиях. Исследователи не смогли удержаться от любопытства и попытались наладить контакт. Прежде чем осуществить задуманное, они провели тщательные расчеты и обсудили возможные сценарии развития событий. Дроны, оснащенные аудиовизуальными средствами коммуникации, начали передавать простейшие сигналы света и звука, которые могли бы интерпретироваться как приветствие. С каждой минутой ожидание напряжения возрастало, ученые замерли в ожидании ответа. И он последовал. Существа ответили необычным световым сигналом, который расшифровали как знак мирной заинтересованности. Этот момент стал историческим. Контакт был установлен, но оставалось главное, как далеко смогут зайти эти контакты и каким образом они повлияют на наше существование. Цивилизация будущего. Удивительные технологии соседей. Каждое новое изображение из параллельного мира открывало перед учеными невероятные технологии, которые казались плодом научной фантастики. Машины, контролирующие климат, создавали идеальные погодные условия в любое время года. Улицы были наполнены транспортными средствами, которые моментально телепортировались из одного места в другое. Это не просто поражало воображение, но и заставляло задуматься о возможностях, скрытых в этом мире. Инженерные конструкции поражали своей функциональностью и экологичностью. Небоскребы были покрыты живыми растениями, которые обеспечивали естественное кондиционирование воздуха. Энергия, казалось, поступала из неисчерпаемых источников. Возможно, это были солнечные или теоретические квантовые системы, которые на Земле оставались лишь гипотезами. Не менее удивительными были медицинские технологии. Врачи параллельного мира использовали устройства, которые могли исцелять болезни в считанные минуты, а восстановление тканей происходило мгновенно, буквально на глазах. Самым интригующим стал факт, что жителям этого мира не нужны были смартфоны или компьютеры. Их личные технологии были интегрированы в саму сущность, позволяя мгновенно получать информацию благодаря тем самым нейронным интерфейсам. Это означало, что они имели доступ к знаниям и могли решать сложные задачи в считанные секунды. Все эти открытия всколыхнули волну обсуждений среди земных ученых, которые осознали, что если эти технологии попадут в наш мир, это может изменить все сферы жизни. Однако главный вопрос оставался нераскрытым. Как эти технологии использует сама цивилизация и, обладающая такой мощью, какие цели она преследует? Ресурсы параллельного мира. Богатства, о которых мы мечтаем. С каждым новым исследованием ученые открывали все больше невероятных аспектов параллельного мира. Они не только удивлялись технологическому прогрессу, но и богатствам, которые, казалось, никогда не исчерпаются. В этом измерении существовали обширные залежи редких ресурсов, давно исчерпанных на Земле. Ослепительные золотые искры на поверхности намекали на богатые месторождения, а серебристые зеркальные озера хранили секреты огромных запасов воды. Едва ли не более потрясающим открытием стало обнаружение невиданных минералов и элементов, которые обладали свойствами, неизвестными в нашем мире. Эти материалы сияли яркими цветами и излучали уникальную энергию, которую ученые не могли объяснить. Использование таких ресурсов в технологиях способно было поднять энергетику и промышленность на новый уровень развития. Желание узнать больше о природе этих ресурсов приводило к бесконечным дискуссиям и гипотезам среди исследователей. Данные, полученные от дронов, позволяли ученым оценить невероятный потенциал природных ресурсов этого мира. Фантастические леса из деревьев высотой с небоскребы представляли собой неисчерпаемый источник древесины и других органических материалов. Вода из чистейших источников была не только безопасна для питья, но и обладала лечебными свойствами, ускоряя восстановление и улучшая здоровье. Эти открытия были настолько впечатляющими, что казались подарком, о котором можно было только мечтать. Однако, наряду с безграничными возможностями, ученые понимали, что доступ к таким ресурсам может вызвать жадность и безответственное отношение со стороны людей. Вопрос о том, как использовать эти богатства, становился ключевой темой обсуждений. На фоне этих размышлений становилось все более очевидным, что без надлежащего подхода последствия могут быть катастрофическими. Далее перед нами стояла дилемма. Как результат наших контактов с таким миром повлияет на Землю? Потому что все больше начинало казаться, что их ресурсы – лишь начало новой, сложной и запутанной истории. Невидимая угроза, подготовка к вторжению. Пока ученые продолжали исследовать открывшийся портал и его невероятные возможности, они стали замечать странные изменения в поведении жителей нового мира. Все чаще дроны фиксировали движения, напоминающие военные маневры, и это вызывало тревогу. Одновременно с этим количество световых сигналов, посылаемых в нашу сторону, увеличивалось. Поначалу эти сигналы воспринимались как попытки общения, но теперь возникло подозрение, что это могут быть не просто приветствия. Анализируя образы, переданные дронами, ученые обнаружили сооружения, которые напоминали оборонные комплексы. Они располагались по всей поверхности параллельного мира и, казалось, были готовы к любому нежелательному вторжению. Энергетические поля защитных куполов, окружающих эти комплексы, поражали своей мощью и сложностью устройства. Инженеры и специалисты по безопасности осознавали, что эти технологии указывали на высокую степень готовности к боевым действиям, что вызывало серьезные опасения. Ситуация осложнялась тем, что обитатели параллельного мира начали интересоваться нашим миром. Это выражалось в изменении характера их взаимодействий с дронами. Они больше не ограничивались сигналами, а начали передавать сложные последовательности данных, которые могли быть закодированными сообщениями. Все это происходило на фоне растущего напряжения, ведь исследователи понимали, что теперь они не просто наблюдатели, а участники в необычной игре, ставки в которой были невероятно высоки. Это заставило ученых пересмотреть не только свои планы, но и роль, которую они играли в этой странной межмировой пульсации. Присутствие невидимой угрозы становилось все более осязаемым, и теперь перед человечеством вставал вопрос, смогут ли две цивилизации сосуществовать бок о бок, или им суждено вступить в конфликт. В любом случае, решение этого вопроса становится вопросом времени и мудрости, учитывая ресурсы и технологии, которые ставки значительно поднимают в этой глобальной игре. Производственно-строительная компания ПО-система предлагает уникальные решения в сфере модульных быстровозводимых зданий. По желанию заказчика можно сделать модуль любого типа, от обычного жилого до санитарного или модуля контрольно-пропускного пункта, а также размер здания определяет только заказчик. Более подробно про ПО-система вы можете узнать по ссылке в описании. Кто они, наши параллельные соседи? Итак, после всех открытий, сделанных учеными, возникает вопрос, кто же такие эти наши параллельные соседи и что они представляют? Исследователи начинают собирать информацию о культуре и обществе жителей другого мира. Дроны передавали изображения, на которых можно было увидеть, как они живут и взаимодействуют друг с другом. Эти люди-существа находились на высоком уровне социальной организации, что выражалось в их общественной структуре и сотрудничестве между собой. Они стремились к гармонии с окружающей средой, что проявлялось в каждой детали их жизни, от архитектуры до повседневных занятий. Существа, несмотря на внешнее сходство с людьми, отличались уникальными способностями и интуитивным пониманием технологий. Они могли управлять сложными системами почти без усилий, словно техника была продолжением их самих. Это позволило им достигнуть крайне высокого уровня автоматизации, освобождая их от рутинных дел и посвящая время творчеству и развитию. То, что для нас требует десятилетий научной работы, стало для них обыденной реальностью. Общество параллельного мира было пронизано идеей коллективного разума, при этом уважая индивидуальные особенности каждого существа. Информация и знания распространялись мгновенно, что способствовало быстрому прогрессу и отсутствию конфликтов на почве недопонимания. Вместе с тем их система управления могла казаться нам слишком централизованной, а иногда даже контролирующей, но именно это позволяло им добиваться поразительных успехов в кратчайшие сроки. Наблюдая за этими соседями, ученые начинают понимать, что их культура основана на доверии, совместном развитии и использовании мощи технологий на благо каждого. Но возникает и другой вопрос. Может ли такая мощная цивилизация с такими ресурсами и потенциалом представлять угрозу для нас? С каждым днем контакт с ними становится все более важным и напряженным. Погружаясь в понимание чужого мира, ученые начинают задаваться вопросом. Возможно ли договориться с ними, чтобы избежать возможного конфликта? Этот вопрос становится ключевым, ведь от него зависит будущее обеих реальностей. Секретные переговоры. Можно ли договориться? В условиях возрастания напряжения ученые решают, что настало время для более официальных переговоров с цивилизацией параллельного мира. Подготовка начинается с изучения их сложных световых сигналов, которые, как выяснилось, представляют собой нечто вроде языка. Группа лингвистов и криптографов приступает к расшифровке сообщений, стремясь создать основу для общения. Это сложный процесс, но прогрессирует благодаря стремлению ученых понять соседей, а не навязывать им свои ценности. Когда, наконец, удается установить базовое понимание, принимается решение попробовать более прямой контакт. Во главе с ведущими специалистами в области международных переговоров создается небольшой коммуникативный центр, где ученые начинают обмениваться информацией с обитателями параллельного мира. Оказалось, что они не только осведомлены о нашем существовании, но и изучают нас с энтузиазмом, проявляя интерес к нашей культуре и технологиям. Первая аудиовизуальная конференция ознаменовывается взаимным обменом достижениями в науке и медицине. Параллельные соседи выражают готовность к сотрудничеству и подчеркивают важность мирных отношений. Они предлагают обмен знаниями и ресурсами, но взамен просят доступ к земным природным объектам, например, для изучения биосферы и климатических систем. Несмотря на перспективы взаимовыгодного обмена, остаются опасения. Некоторые исследователи беспокоятся, что их просьбы могут быть нацелены на сокрытие истинных намерений. Важно понять, кто они такие, и выяснить, насколько далеко они готовы идти в этих переговорах. В ближайшее время предстоит серьезная работа по укреплению доверия. Понимание сложности этой задачи не умаляет надежду, что две цивилизации смогут сосуществовать, обмениваться знаниями и обогащать друг друга, избежав конфликтов. Секретные переговоры продолжаются, открывая перед нами новые горизонты для исследователей и человечества в целом. Смогут ли две реальности сосуществовать? Вопрос о сосуществовании двух реальностей становится главным. Сложные переговоры с жителями параллельного мира требуют большого терпения и осторожности. Чтобы примирить различия наших миров, необходимо создать основу для мирного обмена и совместного прогресса. С одной стороны, открытие портала дало нам возможность обменяться достижениями в науке и технологии, а с другой, вскрыла потенциальные опасности, связанные с разностью культур. Ведущие, ученые и дипломаты собираются на специально организованные конференции, чтобы обсудить все аспекты будущего взаимодействия. Было решено создать рабочие группы, каждая из которых будет отвечать за определенную область сотрудничества, технологии, ресурсы, культуру и безопасность. Это позволяет делегатам из каждого мира работать над конкретными проектами, устраняя недопонимание и выстраивая доверие. Параллельно с этим ведутся эксперименты по совместному созданию новых технологий, которые могли бы стать основой для взаимовыгодных торговых отношений. Научные команды обоих миров разрабатывают методы интеграции их ресурсных богатств с нашими промышленными возможностями. Это не только открывает перспективы для нашего технологического скачка, но и позволяет нам стать частью более обширной вселенной. Однако остается вопрос, как удержать равновесие между двумя разными цивилизациями, сохранить мир и избежать конфликтов. Времени на раздумья нет, и стороны осознают необходимость выработки плана действий, который был бы справедлив и устойчив для обеих сторон. Человечество оказывается на пороге новых возможностей, и стоит надеяться, что мудрость и взаимопонимание станут ключами к успешному сосуществованию. Заключение, похоже, близкое. Смогут ли две реальности не только сосуществовать, но и процветать, обогащая друг друга знаниями и опытом?